Всем привет, друзья! Лето продолжается. Сегодня должен быть интересный оффроуд, но автомобили такие мало где есть и мало у кого. Внедорожники. Самый старый и самый новый. Сейчас посмотрим. Гранд, нет? Гранд мотор сломался. Да, вот эти легендарные внедорожники. 42-й год и 2019-й, как и обещал. Смотрите, какие диски. Да, и шины. Просто космос. Задние уже крылья высокие стоят, передние еще не пришли, придут через неделю. Нита. Экстрим. Педали родные, да? Да. Спрашивают, какой пробег, но я говорю, на педаль посмотрите, сами решайте. Ну да, у людей резина стирается меньше, чем у вас металл. Да, там чугун. Да, вот так. Так, мы в легендарной тоже машине. Смотрите, какой у нас сегодня оффроуд будет. Очень, очень и очень. Да. С Виллисом мы на аффроуде еще практически не были, можно сказать. Это, это семидесяточка. Ну, лучше, да, чем Шевроле Нива. Ненамного, правда, да? Чуть-чуть. Так, все, с Дарницы выехали. Так, помню, когда мы с вами в юности на шашлыки ездили. Там, если правее поехать в лес, там столы сделаны по лесу. Были, по крайней мере. Да, хорошие места. Так, танковая тут направо, а мы поедем налево. Сейчас посмотрим. Легендарные внедорожники. Еще сейчас один легендарный приедет. Вот эта легенда. 42-й год. Там сейчас в бардачке лежит сюрприз. Попросим, чтобы показал. Этот, Витя только видел этот сюрприз. У этой машины в бардачке. Нет, по эксплуатации. Лучше. Смотри, как он уверенно валит, да? Есть в ютубе, как он испытания, когда их только сделали, как раз где-то тех лет, когда выпущена эта машина. Как он прыгает по неровностям, такая известная очень кадры. Рессорная схема. Надежная. Такое все миниатюрное, да? Компактное. Ну, тоже, это же тоже проходимость, опять же. Меньше веса. Он потому и везде едет, он тонну весит всего. Так, мы приближаемся к княжищам. И там недалеко сейчас будет интересно. Так, выехали мы с леса. Не, ну это фантастика. Конечно. Такие машины, что новая, что старая. Каждая по-своему уникальна. Так, а вот серьезный джиппер уже нас ждет. В полном составе, как обычно. И кто-то снимает даже. Разворачиваемся? Я на оффроуд подписывался. Не-не-не, мы сейчас на мост. И с моста нам на ту сторону железки надо пропасть. Да. Блин, как он выглядит сзади. Ты посмотри на его ширину, да? Клиренс ваш ни хер. Ну, клиренс нормальный для этих колес. Я имею в виду, что устойчивость. Центр тяжести низко. Центр тяжести низко. Выглядит, конечно, просто нереалово. Машина. Я проскочил поворот. Сейчас и УАЗ приедет классически еще. С патрулевским мотором. Классически. Но с вояками. Так, друзья, достигли мы тут места. Проведение метелицы. Два года подряд здесь вот это поле. Снежное. Иногда. Нормально тут. Мототрасса. Какая-то здесь, в общем. Сейчас будут горки. Спускайся. Так а кто отстоит в честь автопрома английского? Я и так проеду. Ты от королевы сегодня выступаешь? Я и так проеду. И так проеду? Сейчас включение полного привода 10 минут занимает, да, на велесе? Он институт меня. Да, да. Тут что-то с интернетом плохо, в общем-то. Да. Песок будет конкретный. Так, все спускаются. Ого, у тебя подготовка. Серьезно. Да. Нормально. Не, ну похоже машины очень. Я сказал, что передки можно поменять и подойдет, да? Да? Да, да, решеточка, да. Как и говоря, они, по-моему, даже толичество прорезей сделали. Там меняли они. Что-то меняли. Да, на две прорези меньше. Разве? По-моему. Должно быть одинаково все. Мне кажется, что там спичнее. Постри, резина какая. В бусиной лавке похожа. Ты видишь? Все-таки. Тоже, да, похоже, кстати. Минутация раптора. Когти раптора. Ну, есть, есть, Я-192. Военная резина уазовская. Да, и очень похожа. Да, рисунок. Она тоненькая, но рисунок такой. Ну, да, рисунок очень похож. Это еще был создано, еще, да? Это вообще. ГА-69. ГА-69 на такой резине. ГА-67 еще был. На такой резине, да? На резине, да. Мы не взяли, да? Полный привод. А, включили уже? Ну, да. Фланец. Это холостой. А, это холостой, я понял, все уже. Да, это рабочий. Уже стоит, да? Шесть болтов, центральный. Да, да. Холостой без. Какая трещотка в облаке там вот, откручивается? Ну, в УАЗе ж так же, в принципе. Ну, там тут менять надо фланец. А, там трещотка, да, да, там выдвижное. Ну, во время войны он постоянный. Никто его не откручивал. Никто его не откручивал, да? Да. Желуди в колесах. Нормально, без скотча, никуда, да? Что будем потерять? Может, больше? Ха, хорошо. Вписаться в 700, ряд задач, в 700 долларов и в тонну, да? Да, ну, и стоил он 750 долларов. Чуть-чуть не вписались? Да, и весил в тонна 50. И в тонна 50. Ну, в принципе... Блин, у меня такой инструмент тоже где-то был. Это советский. Советский, да. У меня мотоцикл когда был, я таким крутил тоже. Алюминий, кстати. Бампер алюминиевый. Круто. Макс заметил, толщина говорит такая. Как у УАЗика. Хотя, сзади, подожди, где? Да, алюминиевый же задний. Передний тоже, кстати. Ребята, с двух на сколько стравливать надо? Я никогда этого не делал. А сейчас двойка? Да. На единицу, да. Да? А потом можно ехать или надо докачивать? Да, можно качнуть. Не потом. Можно ехать, расскажите за самым. Оп, вот, вот. Шлицевая, не провернутая, нормально. Не, она вся перебрянная дура. Класс вообще. Что ему не нравилось? Рома, ищи. Хорошо. Такая эта. Смотри, что это за мега. О, это серьезная машина. Это УАЗа Патрол. УАЗа Патрол. Сильно замаскированный под УАЗ. Ты на новых колесах? А спускаться будешь, нет? А что там такое? Песок. Чтобы поломать все полуоси сразу. Привет. Добрый день. Все сразу. Как рессор нет. С ренджовера? Да. С пегаса, да? Да, что сборка. Что валялось, я поставил. С ренджовера подвеска. Это сзади, ага. Слышишь, а спереди рессоры? Макс, спереди рессоры. А сзади поменяно уже. Зато компенсация всех недочетов. Да да. Мягко, вальяжно. Да не, он дубовый. Что, бардачок на замке? По-моему, это ноу-хау моего. Не должен быть на бардачке. Не должен, да? Да, мастера. Это тюнинганули уже? Ой, нет. Там, заглядно. А кто это стоит? 67-й, вот я. Кто это стоит? И я. Да ладно. Ну да. Вот это мы в машину времени попали. А вот еще кто-то. 68-й, вот я, сестра. А машина? Ну, Виллис. Знакомая, да? Она? Ну да. Точно она? Да, да. Номера там другие, но это она, конечно. Да, номера. Могу встать так, как стоял. Фотку сделать? Это отец, его 20 лет нет. Он фанат Виллиса был. Это он все? Да. Класс, вот это мы. Купил он его в 67-м году молодым пацаном. Это 68-й. Вот это история. Вот он. Этим пацанам, вот я знаю, по 70, наверное, сейчас. Да? Ну да. Блин, пацаны поменялись чуть-чуть, да? Да, вот такое в бардачке. У меня другие книги в гранде лежат. Твой бой, наверное. Ну, что-то похожее, да, советские только. Макс пока не едет. Ребенок привык к Афроуду все время. Я ему расскажу, это 70-й. А, да? Так покажи ему Виллис, покажи. Это без... Слышь, давай, как у Ромы, чтобы фотка у него тоже была с грудного возраста с этим Виллисом. Были лебедки? Лебедка была, но она мне не нравится. Надо было отключить передний мост и подсоединить лебедку. И она не горизонтальная, а вертикальная. Вот здесь катушка стояла. А, вот, ну это заводская была? Заводская, да. Надо было отключать передний мост и чеплять лебедку. Это несерьезно. Ну да, это такая... А, типа этим же карданам? Да, отключить передний, подключить, если я не ошибаюсь. Елки-палки, это облегченное, ничего не весит. Вообще. Короче, удивлять. А сколько вообще полковник воевал, оставил себе его? Себе его оставил, продал леснику, леснику пробил в 67-м году, продал отцу. С 67-го года это семейный автомобиль. Ну и все. И все. Да, и фамилию полковника ищу, и есть зацепки. Ну и все. Молодцы. Такой ухоженный автомобиль. Отреставрированный? Ну да, 2-3 года. Работы, да? Год реставрации, 2 года наладки. И внешним видом я еще не занимался. Это то есть так вот с акционизмом? Да, надо. Пока только техническое состояние. И второй раз в жизни, я включаю передний период. Второй раз? Да, старый джипер. Ну сейчас. Первый раз толокунь, второй раз сегодня. Будете, короче, вам надо чаще к нам приезжать. Тогда вы его вообще выключать не будете. Передний. Так, еще надо попробовать включиться, он лист. А, включился или нет? О, есть! Ты что, ты видел, какая резкая? Это тебе не японская это. А что, готовы? Да, что у нас? Американский, английский. Документ там есть? Советско-японский автопром. А что там Миша говорит, что по документам тяжелый он? Так он, наверное, снаряжен. Нет? Не сухой, но не снаряжен. 1900 пишут, да? Да, максимально. Полная, ну там. Ну, там есть полная. 1970 в техпаспорте написано. 2400. Полная, с копейками. Вот это неродное, да? Не, у него не было поворота. Не было поворота? Нет. Повороты в то время... Задний фонарь один американский, другой не поставил. Один американский. Это американский. А вот тот американский? Светомаскировка, сто поворот. А тут старого бубика. А второй американский не поставил. Канистра американская. Колесо американское разборное. А, разборное? Да, да, вижу. Ну что, поехали. Сейчас посмотрим, как он едет, интересно. Так. Второй раз во Фроуде человек. Сейчас топовый внедорожник номер один в мире впереди. Не, ну он, конечно, поражает, да, этой колеей. Но оно и... И свой минус есть. Поехали. За ними. Догоняй, чтобы они не оторвались. Впереди, которая очень скоростная, конечно. Так. Вот это? Ну да, вот горка. Заедешь ты или нет? А что это? Это детская. Это Бородач тут отец Павло имя получил на этой горке. На чем он сюда? А? На чем он здесь заезжал? Отец Павло? Не, он с лопатой копал. Роман в отказ. Виллис туда не едет. Что, ты заедешь или нет? Я заеду. А? Я думаю, да. А что, ты заедешь или нет? А? Ну да, но, блин, королева... 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 Королева Британии смотрит на тебя сейчас со спутника. Так, Андрюха куда-то поехал. Да, тут не так просто, как вранглер залетает. Здесь была метелица. Блин, там что-то немножко опасно. Немножко опасно. Как-то там машина очень легко заезжает, да? Первое, говорю, машина вот так. Это очень легко заезжает. Холюса шуру? Ну да. Сюда не заедет. Сюда не заедет? А я думаю, что заедет. А Макс говорит, что заедет. Заедет, заедет. Выстреливает как... Ты видел, что творит? Да, да, не заедет. Мне кажется, он легче, чем две тонны. Хе-хе-хе-хе, легче, да? Тысяча девятьсот семьдесят. А? Когда будете сдавать? Да. Так, Андрюха это так не оставит. Был бы спущенный... Мотора не хватило. Не-не, был бы спущенный, он бы заехал. Он просто... Ну... Нет, и мотора не хватило. Если бы он чуть-чуть резвее бы, что... Да. Да нет. Если бы был спущенный, то заехал бы. Не хватило... Помешало, скажем так, давление лишнее в шинах. Это, говорят, на бампер, свес, в общем-то... Спереди? Да. Разве? Да, много. Спереди креник поправится. Та не, ну не очень большой, чего нас. Если куда-то кренить будет, то поддержите. Ну вроде и попробую. Давай. Площадку лазик выедет? Я команду. Заднее правое опять? Да. Заднее правое, либо блокировка. Или блокировка, или задний правый грибок. Или хаб. Он только что там хаб включал, а те хабы ужасные. Слабенькие очень. Сзади хабы стоят? Да. Риф. Ну, судя по звуку, то это не хаб. Ну да. Что-то такое жесткое. Очень сильное. Как будто блокировка. 35-й Silver, конечно, воякам тяжеловато. Вот он, главный автомобиль современности. Слан, вторую я не ссовываю. Первую. Ну потихоньку. А потом вытянет. Давай. Вторая? Первая? Ну, наверное, да. Виллис в оффроуде. Да. Разгон больше. Разгон надо будет. Разгончику больше. Наверное, более повыше. Вторую я боюсь, не потянет. Попробуем. Если больше разгон будет, не потянет. Это пониженная? Да. Попробуйте первую повыше. Вторая пониженная ниже. Я на второй попал. Нет, не надо ниже. Надо, чтобы я потом разжел. Я переживаю, чтобы на второй вышел. Хорошо. Разгон больше. Ёлки. Вот если бы разгончик был чуть-чуть дальше, вы взяли, вы бы выскочили. Не хватило мотора. Ну, нормально. Чуть влево руль, влево чуть-чуть руль. И потихонечку назад. Ещё, ещё влево, ещё влево. Хорошо. Всё нормально. Вам на этой же передаче только больше разгон надо. Мотор явно не хватило. Она шла на мотор. Ну да. В этот раз мы выше сли. В колёсах 1,2. Для такого веса это... Достаточно большое давление. Это фантастика! Он выехал! Охренеть вообще! Как? Как он выехал, Яна? Макс, ты не выйдешь! Ты не выйдешь, Макс. Да я подержу. Я понянчу. Давай. Да-да, он спустился. Так. Да, вот вам и внедорожник просчитанный, посчитанный. Попроб. Это круто просто. Что очередь? Это фантастика. Ну вот, смотрите, современный. Ну, я имею в виду, относительно Виллиса. Хотя выпускается до сих пор 7 серия. 70 серия. Заехал. Не сложно. Ну, чуть её подраскатали. Было намного сложнее в этом месте. Так, УАЗик после Виллиса. И 70-ки. Заднее, правое колесо не работает. На трёх сложно. Так, попытка номер два. Ну, это УАЗ. Хоть и на трёх колёсах, но заехал. Та, Рубикон просто что-то нереальное вообще. Та, Рубикон просто что-то нереальное вообще.